Нордические пришельцы уже давно научились бороться с астероидами. Одно из главных условий выживания и успешного развития человечества – умение прогнозировать наиболее существенные риски и способность парировать угрозы, связанные с этими рисками. Это важнейшая задача науки и техники. Развитие человеческой цивилизации сопровождается углублением понимания и мира, в котором мы живем, и самого человека. При этом выявляются новые, ранее неизвестные угрозы. К таким относятся, в частности, так называемые космические угрозы. К наиболее серьезным космическим угрозам относят астероидно-кометная опасность – угроза столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы, астероидами и кометами, с причинением серьезного ущерба населению планеты вплоть до уничтожения человечества. В последние полтора десятилетия эта проблема привлекает особое внимание. Вызвано это тем, что появление специализированных программ наблюдений привело к резкому росту эффективности обнаружения опасных небесных тел, и новая информация заставила по-иному взглянуть на проблему астероидной опасности. Анализ небесных тел, причинивших невосполнимый ущерб Земле и потенциально опасных для существования земной цивилизации, показывает, что данная проблема важна и актуальна, решение которой потребует мобилизации всех человеческих возможностей и усилий. В НАСА пришли к выводу, что с помощью ядерной имплозии можно будет отразить околоземные объекты диаметром 100-500 метров, если их обнаружат за два года до падения на Землю, и объекты больших размеров, если их обнаружат за пять лет до падения. Отправка огромного объекта, вроде космического аппарата или даже другого околоземного объекта, в качестве тарана. Астероидный гравитационный буксир астероида. Еще одна альтернатива взрывам – медленное сдвигание астероида на протяжении определенного времени. Со временем небольшая постоянная тяга накапливается и в достаточной мере отклоняет объект с предполагаемого курса следования. Бесконтактный метод предлагается использовать ионную пушку с низкой дивергенцией, направленную на астероид с находящегося рядом корабля. Кинетическая энергия, передающаяся через доходящие до поверхности астероида ионы, как и в случае с гравитационным буксиром создаст слабую, но постоянную силу, способную отклонить астероид, и при этом будет использоваться более легкий корабль. Сфокусированная солнечная энергия. Предлагается отклонять астероиды или кометы, фокусируя солнечную энергию на их поверхности для создания тяги от образовавшегося в результате нагрева. Испарение вещества. Солнечное излучение можно направлять на объект на протяжении месяцев и многих лет. Электромагнитная катапульта — это автоматическая система, располагающаяся на астероиде, выпускающее вещество, из которого он состоит, в космос. Тем самым он медленно сдвигается и теряет массу. Электромагнитная катапульта должна работать в качестве системы с низким удельным импульсом, использовать много топлива, но мало энергии. Еще один возможный способ — расположить электромагнитную катапульту на Луне, нацелив ее на околоземный объект. Обыкновенные ракетные двигатели. На околоземном объекте устанавливаются обыкновенные ракетные двигатели. Они будут способны создавать постоянные отклонения, которые может привести к смене траектории полета космического объекта. Краткий анализ возможных способов противодействия астероидной опасности позволяет сделать некоторые выводы. Технологии, используемые для борьбы с астероидами, имеют двойное предназначение. Все предложенные способы, кроме, наверное, последнего, ракетные двигатели, возможно использовать для борьбы с космическими аппаратами противника, а некоторые способы уже нашли свое применение в новом вооружении, в частности в кинетическом оружии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok